Донской министр строительства Семья Евтушенко тоже мечтает о собственной квартире Анастасия Логопед, Виктор Рабочий Планирует с детьми переехать из села в мегаполис Все эти семьи документы на получение субсидий Подавали в 2018-м Срок ожидания раньше составлял до 5 лет Сейчас несколько месяцев С начала января уже выдано около 400 таких свидетельств Они позволяют компенсировать часть процентной ставки На ипотечный кредит по приобретению жилья Более половины сертификатов вручили молодым семьям Также господдержкой смогут воспользоваться бюджетники Молодые ученые и ветераны боевых действий В 2019 году на региональный проект ипотека В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Из областного бюджета выделено более 804 миллионов рублей Согласно этого проекта К 2024 году мы должны увеличить долю участников этого проекта И которые смогли приобрести жилье с помощью ипотечного кредита До 50% Второй важный показатель Это нужно, чтобы процентная ставка по кредиту У нас не превысила 8% Также Сергей Куц отметил, что риски по приобретению жилья В строящихся многоквартирных домах Благодаря введению счетов из Кроу Сведутся к минимуму Общий объем финансирования регионального проекта ипотека Который будет работать до 2024 года 5 миллиардов рублей Больше половины музейного комплекса Самбекские высоты уже отстроили На 70% выполнены административно-бытовой корпус и гараж Подключена к системам коммуникации «Котельная» О ходе строительства рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева На сегодняшний день выполнены все работы, которые находятся в земле И выведены стены, кирпичная кладка, приступили к колоннам и перекрытиям Поэтому здание музея готово на 55% Также ведутся работы по благоустройству и отсыпке территории Внутренняя экспозиция музея будет поделена на 5 тематических секторов Два мира, две войны, оккупация, сопротивление, прорыв освобождения Ростовской области Подвиг тружеников тыла и река времени Сами выставки оснастят современным мультимедийным оборудованием Но большую часть займут экспонаты времен Великой Отечественной войны Готов проект экспозиции и работники Таганрожского музея Они на сегодняшний день занимаются также сбором музейных предметов В котором тоже принимают участие все муниципальные образования, районы, жители, школьные музеи Наполняют нашу экспозицию Название нового музея выберут народным голосованием Опрос проходит на сайте благотворительного фонда Самбекские высоты Где каждый участник может выбрать два понравившихся варианта Напомним, музей на территории мемориала Самбекские высоты Строят на народные средства Пожертвования может сделать каждый Отправив смс на номер 7715 со словом «Самбек» из суммы пожертвования Открытие планируется в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Громко и с размахом в Донской столице торжественно открыли стадион СКА Ростов Посмотреть на обновленную спортивную площадку пришли порядка двух тысяч болельщиков Которых угощали полевой кухней и тестировали на знания истории ростовских красно-синих Также в программе праздника показательное выступление спецназа Реконструкцию спортплощадки начали перед чемпионатом мира по футболу 2018 Во время международных матчей здесь тренировались сборная Бельгии и судейский состав Мундиали От старого стадиона остались только огромные осветительные мачты Вокруг обновленного футбольного поля проложили беговые дорожки из современного материала Новые трибуны по обеим сторонам спортплощадки вмещают 2200 человек Установлена видеотабло и система видеонаблюдения А также появилась возможность для телевизионных трансляций игр Всего из средств федерального бюджета на реконструкцию потратили 330 миллионов рублей Сегодня большой праздник, футбольный клуб СКА возвращается на родной стадион Заключен долгосрочный контракт И сегодня мы постарались создать праздник совместно с командованием Южного военного округа Центральным спортивным клубом армии После торжественной церемонии футбольный клуб СКА Ростов провел первый за пять лет матч на родном поле Встреча со Ставропольским «Динамо» закончилась со счетом 0-2 в пользу гостей игры Три дня на шесть заданий В медиапарке Южный регион выбрали победителя первого Кубка мультимедийных чемпионов Главная изюминка конкурса – награда в форме ловца мультимедийных идей Сделать кубок необычной формы предложила дизайнер команды организаторов Я день ей рассказывала, что это такое, что хочется передать, как это должно вдохновлять И, наверное, где-то через день она мне прислала уже скетч, который был абсолютно то, что хотелось И затем вот она и двое еще девушек, одна из которых делала бусинки стеклянные, вторая делала основу Конкурс продолжения онлайн-проекта Кубок мультимедийного вызова Участники соревнования – лидеры трех всероссийских виртуальных этапов Лучшей стала Анастасия Пахарукова из Кургана Девушка-режиссер, занимается созданием социальных роликов и короткометражных документальных фильмов На третьем Кубке мультимедийного вызова Настя получила серебро Это было тяжелее, чем Кубок мультимедийного вызова И шло больше по нарастающей То есть тогда, когда вот сейчас на третий день получили вроде бы простое задание Протест на ЕГЭ, уже на волне прошлых дней это оказалось неожиданно тяжело В Кубке мультимедийных чемпионов соревновались 14 человек из 10 российских городов До финала дошли три участника В прямом эфире они выполняли необычные задания по производству контента Чтобы сделать качественный материал, пролистать ленту новостей недостаточно Мультимедийщик получает задачу и должен быстро придумать, какой инструмент, откуда взять информацию, как это скомбинировать Мультимедийное мышление это как раз комбинаторика, когда вы можете миксовать, переупаковывать и еще раз переупаковывать разные продукты Это, наверное, умение быстро формулировать вопросы Потому что вы каждый раз сталкиваетесь с новыми людьми и не всегда можете быть большим специалистом в той теме, которой пишете Кубок мультимедийных чемпионов станет хорошей традицией для медиа-отрасли, обещают организаторы Разработка следующего соревнования только в планах Одно создатели знают точно Кубок для каждой встречи будет уникальным Получить свой билет в Австрию может любой студент Более 150 ростовчан приняли бумажную эстафету на территории Южного федерального университета В этом году соревнования по запуску бумажных самолетиков проходят по двум дисциплинам Дальность полета и длительность По результатам этих двух этапов выбирается один финалист в каждом И эти ребята летят в Москву, чтобы представлять наш университет Южно-Федеральный, конечно же, на национальном уже этапе Далее там будет еще более жесткий отбор и ребята поедут на интернациональный международный этап в Зальцбург Перед началом соревнований каждый конкурсант тренируется в сложении и запуске своего летательного аппарата Собрать самолетик можно было по собственной схеме или с помощью подсказок от Red Bull Я не знаю, как этот принцип называется, меня учили в детстве так Два длинных буду делать и два коротких Какой дальше полетит, посмотрим А для эмоциональной поддержки всеобщего настроения присутствовали, как они себя называют, только что приехавшие туристы Я в такой одежде, потому что я не так давно отдыхал на Черноморском побережье Но здесь мне пришел звонок от моих друзей, что в Ростове-на-Дону, на Мехмате Южного Федерального университета Проходит одно из самых креативных за год мероприятий, запуск бумажных самолетиков Удача – это постоянная готовность использовать свой шанс Студент ЮФУ Иван Кривенко, который просто пришел с другом за компанию, стал победителем в номинации «Дальность полета» Его рекорд – 24 метра 8 сантиметров Не знал, как правильно делать самолетики, а здесь научили уже Люблю соревнования, поэтому решил поучаствовать Захотел, если выиграть, у меня получилось Я кидал самый последний, потому что я очень долго не хотел, но потом решил зарегистрироваться и получилось у меня А побороться с законом притяжения удалось Николаю Рыбасову, который в 2015 году уже представлял нашу страну на мировом финале в Зальтбурге Самое главное – знать, как он летает и знать, как кидает То есть не слишком много от самолетика зависит, сколько зависит от того, как ты его кидешь Теперь ребята готовятся полететь в Москву, где на всероссийском финале будут соревноваться за место на мировом чемпионате, который пройдет с 16 по 19 мая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!